О своей нелегкой доле Игорь Данилевский поведал при встрече адвокату. Подозреваемый хочет уверить всех, что признательные показания он дал под психологическим давлением. То есть он заявил, что один из оперативных работников, описание которого он излагает в объяснении, говорил, ну что, ботаник, давай признавайся, кроме тебя это никто не сделал. Если не признаешься, то есть он сначала не признавал до того момента, как, так скажем, не сломался. Если это ты не скажешь, то разойдет изнасилование тебя, мягко говоря. И посадим тебя в ту камеру, где тебя будут иметь каждый день. По словам адвоката, говорить об угрозах раньше Данилевский не решался. Якобы боялся мести оперативников, которые были рядом с ним до и во время суда. Теперь Игорь находится в СИЗО и делает громкие заявления. С его подачи в этом деле теперь гремит не только название группы «Пуссирайт», но и отдела полиции «Дальний». Он говорит, я помню события по-дальнему, поэтому что там было и какой был результат, я поэтому реально испугался. Я столкнулся с сотрудниками полиции впервые, и он объясняет это тем, что сильно испугался. В МВД полностью отрицают заявление Данилевского об угрозах и приводят факты. Признательные показания он начал давать добровольно еще во время обыска, чему есть свидетели. Все сказанное он подтверждал и на других допросах. Вот что говорится в заявлении на сайте МВД Республики. Имеется оперативная видеосъемка, которая проводилась до того, как он написал явку с повинной, и на ней видно, что показания Данилевский дает без какого-либо принуждения с большой охотой. Помимо всего, в отношении Данилевского проводилось медицинское освидетельствование, по результатам которого телесных повреждений у него не обнаружено. Физического и психологического давления сотрудники полиции на Данилевского не оказывали. Напомним, убийство двух женщин произошло вечером 22 августа. Преступник ножом нанес им большое количество ран, а на стене кровью написал «Свободу пусть и рает». Игорь Данилевский подробно рассказал следователям, как совершал эти преступления. Игорь Данилевский подробно рассказал «Свободу пусть и рает». Объяснение Данилевского о том, что признание из него выбивали угрозами, адвокат записал и отнес в следственный комитет. Подозреваемый настаивает на новом допросе. По данному факту будет проведена доследственная проверка, будут проверены все лица, которые имели то ли отношение к задержанию Данилевского. Вместе с тем, на данный момент следствие не располагает информации о применении в отношении Данилевского насилия с стороны сотрудников полиции. При обыске на квартире Данилевского были найдены доказательства его вины, сообщают следователи. Правда, адвокат считает обыск незаконным, так как никто из хозяев квартиры при этом не присутствовал. По словам адвоката, вероятно, представители Данилевского будут просить суд исключить вещи из числа улик. «Вина Данилевского подтверждается не только его признательными показаниями, которые не являются основополагающими в доказании ее вины. Дело в том, что во время обыска на квартире Данилевского были изъяты вещественные доказательства. В частности, был изъят нож, долговые расписки о том, что он был должен деньги одной из женщин, а также мобильные телефоны потерпевших и 100 тысяч рублей, похищенные из квартиры». Марсель Нургатин, Дмитрий Ермаков и Горбизов. Телеканал Эфир.